Здравствуйте! Время новостей на телеканале Первом и Тищенске. В эфире информационная программа «День». В ближайшие полчаса мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. В округе отметили День предпринимателя. Давайте расширяться не только статистически, но и реально. Давайте дружить. В мытищах открыты сразу несколько пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Памперсы, да? Детское питание. Ну да, кулашки. Как раз для детей, да. Бобры в городе. Сумеем ли мы наладить добрососедские отношения с грызунами? Бобер буквально на нас плыл, вышел вот в двух метрах от собаки. Выпускникам мытищинского филиала строительного университета вручили дипломы об окончании вуза. В городском округе мытища отметили День российского предпринимателя. Во Дворце культуры Яуза собрались самые активные бизнесмены, принимающие участие в жизни муниципалитета, а также победители конкурсов на предоставление субсидий. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Анна Мусаликина с подробностями. В холле Дворца культуры яблоку негде упасть. Свои достижения представляют лучшие мытищинские предприниматели. Кто-то занимается производством, кто-то предлагает свои услуги населению. Одни работают в масштабах округа, другие известны на всю страну. Среди участников сотрудники дополнительного офиса Мытищинский банк возрождения. Компания давно осуществляет деятельность на территории Подмосковья. Банк давно уже, 28 лет, является стратегическим партнером Московской области. Банк универсальный. Мы предоставляем услуги как юридическим лицам, активно кредитуем, в том числе и активно работаем с муниципалитетом, в том числе по зарплатным проектам и с частными лицами. Входим в топ-5 по ипотеке. Предпринимательское сообщество в Мытищах очень активно взаимодействует с администрацией. В муниципалитете существует несколько видов поддержки – консультативная и финансовая. Здесь есть и уже зрелые предприниматели, и есть молодые предприниматели, которые получают субсидии из федерального бюджета на открытие своего бизнеса. Ну а среди зрелых предприятий – это те организации, которые получали значимую финансовую помощь от городского округа Мытища. И поэтому очень приятно, что они в рамках финансовой поддержки укрепили свое финансовое положение, свою экономическую базу и продолжают, расширяя свои производства, продолжают реализовывать свои программы предпринимательские. Большую помощь оказывают и общественные организации. Союз Мытищинская торгово-промышленная палата, опора России, Союз промышленников и предпринимателей городского округа Мытища. Это объединение предприятий, которое направлено на решение проблем, которое необходимо решить на уровне области, на уровне Российской Федерации, обучающие и консультирующие мероприятия, которые проходят в округе. Общественные организации, я не стою повторять, это тот мостик, который налажен между предпринимателем и администрацией, предпринимателем католирующего органа, предпринимателем налоговой инспекции. Когда к нам люди приходят, просят помочь, разъяснить. Мы, имея контакты на всех уровнях, в реальном режиме, отвечаем на все возникающие вопросы. В этот праздничный день со сцены прозвучало много теплых пожеланий в адрес представителей бизнес-сообщества. Первым слова благодарности от имени главы округа Витаразарова передал Валерий Конягин. Позвольте поздравить вас с Днем российского предпринимательства. Каждый праздник, а такой особенно, очередной повод высказать свое и проявить свое уважение к тем людям, которые своим умом, нервами, средствами двигают бизнес и экономику. И высказать слова самой большой благодарности за ту работу, которую вы проводите. В торжественной обстановке заслуженные награды получили десятки руководителей предприятий и учреждений, действующих в нашем округе. Почетные грамоты и благодарности лучшим предпринимателям подготовили и депутаты окружного совета. Давайте возьмем на себя дополнительные обязательства и от праздника к празднику будем расширять наш круг. Слава Богу, помещений достойных, просторных у нас хватает в нашем городском округе, в нашем замечательном городе. Так что давайте расширяться не только статистически, но и реально. Давайте дружить, давайте общаться. На самом деле это очень важно. Только в этом году в округе появилось 1875 организаций и индивидуальных предпринимателей. Всего же в Мытищах свою деятельность ведут более 17 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 46 тысяч человек заняты в этой сфере. По прогнозам специалистов, к 2021 году их количество достигнет 50 тысяч. Анна Мусоликина, Денис Петров, информационная программа «День». Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области объявлен в городском округе Мытищи. Инициатором мероприятия стал коллектив театра драмы и комедии «Фест». С предложением организовать специальные пункты и доставку до места назначения артисты обратились в управление культуры администрации муниципалитета. Их поддержали. Акция стартовала 10 июля и, надо заметить, удачно. Свой вклад в благородное дело может вынести любой. Как это сделать, расскажем в следующем сюжете. Мытищинцы, не задумываясь, откликнулись на предложение собрать гуманитарную помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка. Акция началась три дня назад, а на стеллаже, установленном по случаю в библиотеке имени Дмитрия Кедрина, уже нет свободного места. Сбор был организован с 10 числа, буквально за вот эти несколько дней читатели откликнулись и приносят разные виды гуманитарной помощи. Все многие хотят помочь в этой трагедии, в этом несчастье для Иркутской области, поэтому все принимаем. Продукты питания, детское питание, продукты. Кто-то приносит, видите, для детей канцелярию разную, детишкам нужно до насуге чем-то заниматься, ну и, конечно, бытовую химию. Мытищенец Михаил Юрков, читатель библиотеки имени Дмитрия Кедрина. Сегодня в его пакете не только книги, но и продукты питания. Об этой акции я как бы узнал самостоятельно и решил помочь. Потому в нас должно быть немного сострадания и солидарность друг с другом в тех несчастьях, которые происходят. Организовать сборы, доставку продуктов и предметов первой необходимости терпящим бедствия жителям Иркутской области предложил коллектив театра драмы и комедии «Фест». Коллеги, сотрудники других учреждений культуры городского округа Мытища поддержали артистов. Это такой порыв доброй воли сотрудников учреждений культуры помочь, оказать помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области. Все как один директора обратились в управление с просьбой оказать содействие, разрешение в начале этой акции, чтобы организовать этот сбор и передачу вот этих вот средств в Иркутскую область. Администрация управления культурой поддержала инициативу руководителей. Помочь жителям Иркутской области пострадавшим от паводка может любой. Одежду, бытовые принадлежности, нескоропортящиеся продукты можно принести в один из девяти пунктов. Все они расположены в учреждениях культуры городского округа Мытища. Список можно легко найти в социальных сетях. Дата окончания акции – 17 июля. 18 числа гуманитарный груз отправится в Иркутскую область. Из Мытищ до города Иркутска оказывает нам помощь заместитель директора СБ ЩИТ ШПАК Николай Алексеевич. Логистикой всей будет заниматься именно он. Мытищенцы – отзывчивые и щедрые люди, говорят организаторы акции. Продукты и предметы первой необходимости, которые они соберут, помогут жителям Иркутской области пережить несчастье. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, информационная программа «День». Бобры, поселившиеся в городе Мытищи на реке Яузи, судя по всему, чувствуют себя неплохо. Раньше мытищенцы наблюдали за ними только возле почтового мостика. Теперь этих животных могут увидеть и посетители Центрального парка, и жители домов, расположенных на Новомытищенском проспекте. Большинство горожан довольны таким соседством, но проблемы тоже есть. Надежда Звягинцева прогулялась по набережной. Мытищенские бобры продолжают осваивать акваторию Яузы. Теперь их заметили здесь, в конце Новомытищенского проспекта. Их любимое лакомство – ива и тополь. Этих деревьев полно по берегам этой реки. Посмотрите, вот эти спилы – ничто иное, как зубы бобра. За Яузской набережной ухаживают сотрудники лесопаркового хозяйства. Они хватаются за голову, если так дело пойдет и дальше, то на берегах реки не останется деревьев. Сейчас стволы уцелевших растений специалисты оборачивают металлической сеткой. Но это не выход из положения, говорят они. Оказывается, бобры – весьма сообразительные животные. Если даже мы обработали, обвязали какую-то сетку, сетка дерева, но они встают на хвост и достают до того места, которое им нужно спилить. Они все равно свое дело сделают. Они кушать хотят, им нужно обязательно питаться, и питаются они ивой. А здесь по берегу растет и ива. Проблема серьезнее, чем кажется, говорит специалист. Соседство с грызунами может дорого обойтись муниципальному бюджету. Мы все деревья не сможем обвязать. Они любят как и молодые, так и старые деревья. Поэтому было решение, что их весной этого года переселят. Но что-то пока с места не двигается. Переселение. А для бюджета это очень серьезная проблема, потому что если они грызут, и потом зимой их опять же нужно будет кормить. Раньше мытищинцы могли наблюдать за грызунами только возле почтового мостика. Их хатки были обнаружены в прошлом году, поздней осенью. Когда рабочие начали чистить русло яузы. Тогда зоозащитники побоялись, что животные, которых побеспокоили люди, не смогут пережить морозы. Бобров было решено подкармливать. Сотрудники лесопаркового хозяйства всю зиму снабжали их свежими ивовыми прутями. И, похоже, диета пошла грызунам на пользу. Большое количество народу, они вылезают на берег спокойно, значит, для фотосессии любой. И последний раз вот бобер буквально на нас плыл, вышел вот в двух метрах от собаки, они так друг на друга посмотрели, и он поплыл в Освояси. Вот это вот ареал, я думаю, что здесь несколько семей живет. И, значит, вот в режиме километра туда-сюда они курсируют. Мытищенец Евгений Галямин делится видеокадрами, которые снял во время той прогулки. Это не единственный раз, когда он видел бобра так близко. Животные, повторяет мужчина, не агрессивные. Однако забывать о безопасности мытищенцам все же не стоит. Эти обитатели реки Яузы – неручные зверушки. Ну вот он по размерам в два раза больше собаки вылезает. Живут бобры теперь и в Центральном парке. Там у воды мытищенцы их тоже не раз видели. Многие горожане умиляются такому соседству, делятся удачными кадрами в социальных сетях, пытаются подкармливать грызунов хлебом, который эти животные, к слову, не едят. Сумеем ли мы, бобры и люди, наладить добрососедские отношения? Или кому-то из нас придется потесниться? Время покажет. Надежда Звягинцева, Константин Химичев, Денис Корнев. Информационная программа «День». Выпускникам мытищенского филиала строительного университета вручили дипломы об окончании вуза. В этом году альмаматор покидают 70 бакалавров, 5 из которых обладатели красных дипломов. Как проходила церемония и намерены ли молодые люди поступать на следующую ступень высшего образования, смотрите в нашем следующем сюжете. 70 бакалавров получили дипломы мытищенского филиала строительного университета. Главное студенческое событие года состоялось в актовом зале. И поздравить выпускников приехал проректор МГСУ Андрей Пуставгар, который сам несколько десятилетий назад в этих стенах получал свой диплом специалиста. Вы знаете, что в стране реализуется 12 национальных проектов. И из них 8 проектов связаны непосредственно со строительством. Для них открываются безграничные перспективы. И хотелось бы им пожелать, прежде всего, успехов, с любовью относиться к своей профессии, ту, которую они выбрали 4 года назад. И продвигаться, и жить в ней, и достигать высоких, сияющих вершин. Среди выпускников пятерка обладателей красных дипломов. И несмотря на то, что документ с отличием им вручили чуть раньше, на торжественной церемонии они получили грамоты за успешную учебу и активное участие в общеуниверситетской деятельности. Это были замечательные годы учебы. Хотелось бы выразить благодарность ему, преподавательскому составу, за то, что всегда нас поддерживали, отпускали нас на конференции. Спасибо вам огромное. Среди отличников, которые закончили ступень так называемого прикладного бакалавриата, две студентки на протяжении четырех лет развивали научное направление и были удостоены медалей за заслуги в строительном образовании и науке. На первом курсе меня в первую очередь Владимир Валентинович подметил, позвал к себе в кружок, говорит, приходи, будем с тобой работать. Я согласилась, начала с ним работать, нашли новую научную работу, продолжали ее развивать. До сих пор она развивается. Также я получила сертификат на участие в программе «Умник». Там очень большой конкурс был, сейчас будем дальше продолжать данную деятельность. Четыре года позади, но выпускники и преподаватели не спешат расставаться. Большинство этих молодых людей уже в августе собираются снова сесть за парты на вступительных экзаменах и поступать в магистратуру, чтобы продолжить обогащать свой багаж профессиональных знаний. Строитель – это почетная профессия, и мы очень хотим, чтобы все наши студенты нашли себя именно в строительной отрасли. Мы хотим им пожелать, конечно же, следующих шагов в поступлении в магистратуру. Это следующий уровень образования, который, конечно же, нужен, конечно же, важен. Мы хотим пожелать, чтобы и в Матищинском районе, как раз в нашем любимом и замечательном, они устроились, нашли свои рабочие места и, конечно же, нашли себя. В зале – педагоги, родители и потенциальные работодатели. Хотя многолетнее партнерство в ВУЗы и Матищинской теплосети скорее можно назвать дружбой. За время учебы студенты не раз бывали на экскурсии на предприятии и участвовали в совместных праздничных мероприятиях. Так что востребованные кадры взращивались буквально на глазах специалистов теплоснабжающей организации. Мы очень хотели бы, чтобы студенты работали в области энергетики, на наших предприятиях нашего Матищинского округа и особенно в Матищинской теплосети, потому что это системы жизнеобеспечения, они прямую связаны с университетом, прямую связаны с тем, той программой, которая преподается, обучается студентам. Среди молодых специалистов немало и тех, кто учебу на последнем курсе начал совмещать с работой. Алексей Абрамов, например, с этого момента станет дипломированным специалистом Домодедовского водоканала, где уже сейчас его ценят как инженера первой категории. Это были самые веселые годы в моей жизни, потому что студенческая жизнь – это новые знакомства, веселая учеба, преподаватели там не давали нам скучать, и в то же время получение диплома, который мне поможет в дальнейшем. Специалистов гражданского промышленного строительства ждет заслуженный хоть и непродолжительный отдых, а после новые проекты и приобретение бесценного профессионального опыта. Дарья Ильинская, Денис Корнев, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска сразу после блока социальной рекламы. И заработок, и профориентация. Мытищинские школьники все чаще предпочитают летом работать. Я собираюсь поступать в институт, возможно, на музейное дело. Как писали на Руси. Сотрудники Мытищинского историка-художественного музея устроили мастер-класс для воспитанников лагеря «Троицкая дружина». Слово «Азбука» появилось тысячу лет назад. Лето в Подмосковье. Где отдохнуть в нашем округе с заграничным комфортом и не опасаясь за свое здоровье? В течение трех лет эта инфраструктура будет улучшаться и улучшаться. Завершился турнир по баскетболу среди юношей в рамках девятой летней спартакиады учащихся. Соперники здесь все сильные, потому что на таком этапе нет слабых. А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? А что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты, заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготку. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру. В дни летних каникул ученики школ хотят не просто отдыхать, а еще и подработать. Причем многие предпочитают трудоустройство не для того, чтобы заработать деньги, а подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения или определиться с выбором будущей профессии. О том, чем занимаются школьники в Мытищинском историко-художественном музее, узнаете далее. Вместо школьных каникул познавательная и интересная работа. Старшеклассники трудятся в музее, сверяют каталоги, делают оцифровку экспозиции, помогают с экскурсиями. Однако не это главное. Например, Полине Волиной работа в музее поможет в будущей профессии. Наша основная обязанность как смотрителей – это обеспечивать комфортное пребывание в музее посетителей. Когда кто-то заходит в зал, мы должны пройти вокруг зала и включить им витрины, чтобы им было комфортнее рассматривать наши экспонаты. А вообще я в музее работаю, потому что мне это может понадобиться в моей дальнейшей жизни. Я собираюсь поступать в институт, возможно, на музейное дело. У Виктории Степановой тоже интересная работа. Она делает сверку списков мытищинских ополченцев. Помимо своей основной деятельности смотрителя в музее, я занималась сверкой исторических документов. То есть сейчас у меня в руках алфавитная книга призывников. Это копия, оригинал находится также в нашем музее. Но мы сверяли фамилии, имена и даты рождения призывников с книгой, которая была сделана в подарок музею в этом году. Я узнала много интересного о экспонатах, которые здесь находятся. Это как бы и саморазвитие для меня, и опыт при дальнейшем устройстве на работу. Другие школьники занимаются картотекой, помогают в выездных мероприятиях и оформляют экспозиции. Недавно ездили в Троицкое, помогали в организации конкурсов в православном лагере. Там помогали с организацией, с оформлением и просто следили, чтобы всем было там комфортно и люди получили удовольствие от этого мероприятия. За свою работу в музее ребята получают зарплату. Они официально трудоустроены и им уже идет стаж в трудовую книжку. За хороший подбор кадров директор музея поблагодарила руководителя Центра занятости населения. Я хочу в очередной раз вас поблагодарить, потому что прекрасные совершенно дети и в июне, и в июле просто замечательные, ответственно относятся к работе. Мы вот несколько лет уже сотрудничаем с вами и на уровне Московской области. Этот пример всегда берется на вооружение, потому что все-таки многие дети обычно работают подсобными, рабочими, дворниками. А у вас это смотрители музея, это всегда как-то для всех очень интересно, своеобразно, ново. Кстати, директор Матичинского Центра занятости населения пригласила поучаствовать в музее в ежегодном конкурсе на лучшую организацию Московской области, предоставляющую рабочие места для подростков. В прошлом году музей занял второе место, в этом, возможно, будет претендовать на первое. Ярослав Ярославцев, Олег Степанов, информационная программа «Генера». В программе первой смены православного военно-спортивного лагеря «Троицкая дружина» помимо традиционных занятий спортом и игр, немало познавательных проектов, открывающих целые пласты знаний по истории своей страны. Как учились писать наши далекие предки, как создавали письменность, ребята узнали благодаря сотрудникам историко-художественного музея. В «Троицкой дружине» главное взаимопонимание. Ребята приехали из разных городов, но общий язык находят моментально. Живут в палатках, телефоны, планшеты, телевизоры на время отложены в сторону. Здесь другой ритм жизни, но наполнение каждого дня побогаче. Тут более дружелюбный коллектив в какой-то степени. Во-вторых, тут много, мы проходим КВС, всяких приключений. К нам вчера приезжали пожарные, рассказывали про машину, про то, как они спасают людей. Живое общение, полезная информация, открытие чего-то нового для себя, чем можно и нужно поделиться с друзьями. Свой микромир, как часть большого мира, окружающего нас, который надо еще научиться воспринимать через призму нравственных основ. А эти основы издревле несет нам слово, о чем приехали рассказать ребятам сотрудники Историко-художественного музея. И среди них волонтеры, которым столько же лет, сколько и воспитанникам летнего лагеря. Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на все 33 буквы? Буквы. Азбука. Совершенно верно. Вот, ребят, слово азбука появилось тысячу лет назад. Сегодня, наверное, забавно и необычно изучать премудрость первого алфавита – глаголицы. Замысловатые значки, как иероглифы. Но в них нет ничего лишнего, только опыт веков и рационализм, применимый и в сегодняшних цифровых технологиях. А вот настоящее чудо – это простое гусиное перо. Такими перьями был создан золотой век русской поэзии. Можно и самому попробовать, как тогда писали письма. Трудно писать пером? Нет, не очень. Как ручкой. Я думала, будет сложнее намного. А вообще полезно уметь писать пером? Ну, думаю, так. Просто для общего развития, да. Все-таки попробовать новые ощущения – это очень приятно. То есть пригодится? Да, я думаю, да. Как представишь, с какой легкостью и как виртуозно писал Пушкин, да еще и рисовал на полях, а перо-то надо было макать постоянно, на его кончике чернил на одно слово только и хватало. Не просто дается сегодня такое мастерство. Однако что-то получается. Это очень интересно. Для них это диковинка, как это наши дедушки, прабабушки и прадедушки писали такими перьями. Они скрипят, они кляксы оставляют. Но это чрезвычайно интересно. Это как бы относит нас к другому времени, к другим традициям и позволяет ощутиться вроде вот шкалеров 19-18 веков. Это расширяет их кругозор, их жизнь становится интереснее, они узнают что-то новое, конечно. А интересно, конечно, то, что в нас заложено. Открыть это в себе, распознать свой культурный код – работа самая интересная и увлекательная. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». Пора отпусков в самом разгаре. Но если у вас не получается отправиться на морское побережье, не расстраивайтесь. Провести отпуск можно, не выезжая за территорию городского округа Мытищи. Ранее в наших выпусках был представлен обзор муниципальных зон отдыха. Сегодня мы расскажем о коммерческом сегменте. Каким может быть лето в Подмосковье? Узнаем у Анны Мусоликиной. Мытищинцам, безусловно, повезло. Несмотря на то, что городской округ фактически является спутником Москвы, в нашем распоряжении большое количество водоемов и зон пляжного отдыха. Привезти выходные с пользой к нам едут жители соседних муниципалитетов и москвичи. Наплыв отдыхающих большой. Поэтому, если вы не хотите заниматься поиском парковочного места и ютиться на пляже, можете воспользоваться коммерческими зонами. Это не скажется на вашем кошельке, плюс здесь всегда поблизости кафе и рестораны. Немаловажный фактор – безопасность. Здесь за этим особенно следят. Кроме того, всегда готовы оказать первую медицинскую помощь. В весенний период официально водолазы чистят дно, сдаем анализы воды, песка. Без этого пляж не может быть официально открыт. В наличии два спасателя, медпункт. В том случае, если установилась дождливая погода, можно воспользоваться услугами домов отдыха и пансионатами. Одно из таких мест находится в поселке Пестово. Кроме разнообразной уличной инфраструктуры, здесь имеется комплекс зданий, внутри которых, в прямом смысле слова, кипит жизнь. Сейчас у нас отдыхает 160 человек. Мы предлагаем хороший отдых, чистый воздух, прекрасное питание по системе «Шведский стол», все включено, медицинские услуги, прекрасный пляж, развлечения на воде, стадион, спортивная инфраструктура, ну и так далее. Сауны, крио-сауна, то есть лечение холодом. Здесь и в бильярд можно поиграть, и в боулинг. Даже когда за окном плюс 16, у этого бассейна вода, в котором, к слову, очищается без использования хлора, чувствуешь себя как на заграничном курорте. Большая территория пансионата подходит для долгих прогулок. Большой плюс – учреждение находится в санитарной зоне, соответственно, как бонус – чистый воздух и тишина. А еще вашими соседями будут цапли. Исторически в местных лесах для выращивания потомства гнездится до 150 семей этих птиц. Кстати, большинство любимых многими курортов расположено на территории подведомственной МКУ ТУ «Пироговский». Коммерсанты и представители территориального управления ведут совместную работу по улучшению инфраструктуры для отдыхающих. Вы знаете, каждое жаркое лето, либо субботу и воскресенье, когда солнце светит и жара, сюда приезжает масса и толпы людей, которые просто хотят здесь отдохнуть и окунуться в наши водохранилища. И возникают и пробки, и все это бывает. И, естественно, мы занимаемся теперь этой инфраструктурой. И в будущем, я думаю, в течение трех лет эта инфраструктура будет улучшаться и улучшаться. Перспектив развития нашей территории в данном направлении много. Возможно, через пару лет курорты городского округа Матищи прозвучат на всю страну. Анна Мусаликина, Денис Корнев, информационная программа «День». Финальный турнир по баскетболу среди юношей в рамках девятой летней спартакиады учащихся завершился напряженными поединками лучших команд страны в этой возрастной категории. Среди медалистов и сборная Московской области, в основном составе которой выступили два матищинских баскетболиста. Когда смотришь на этих ребят, не сразу понимаешь, что это только школьники восьмых и девятых классов. Ребятам не более пятнадцати лет. А на площадке сразу несколько игроков под два метра ростом. А самые маленькие здесь, в кавычках, конечно, маленькие, метр восемьдесят. В финале спартакиады учащихся бьются за победу сборные Краснодара и Санкт-Петербурга. Увы, нет финали сборной Московской области. Она проиграла питерцам. Обидно проигрывать в полуфинале. Рост помешал. Они более высокие, чем мы, и более сильные физически. Вот в финале кому отдают быть площадь? В Питеру. На площадке пока Питер проигрывает. Но финал в самом разгаре. А вот наши ребята, обыграв сильнейшую команду Москвы, претендовали на первое место, но в итоге только третье. Хорошее достижение, потому что мы команду собрались впервые, ну вот именно таким составом. На первенстве России на финале мы заняли четвертое место. И сейчас вот мы на спартакиаде, то есть в более важных соревнованиях, мы заняли третье место. Соперники здесь все сильные, потому что как бы на таком этапе нет слабых. Может секрет в том, что кому-то больше везет? Как без этого? Но кому действительно повезло, так это зрителям. Такая игра никого не оставляет равнодушным. В этом зале впервые собрались команды такого класса. Лучшие из лучших со всей страны. В какой-то степени здесь формируется костяк сборной этого возраста России. Многие из них представители будут защищать светосборную России по своему возрасту. Там Ю-15, Ю-16. Я думаю, многие мальчишки туда зайдут. Но нас-то интересует, как смотрятся мытищенцы в такой всероссийской компании. Воспитанники нашей спортивной школы выступают в составе сборной Московской области. Показали себя на великолепном уровне. Один из них выходил в стартовой пятерке. Это говорит о многом. Тем более, Иван Мочелов уже был в первом составе сборной в расширенном. Думаю, что должно быть все нормально. Ну а кому баскетбол особенно нравится, так вот этому болельщику. Он и сам готов выскочить на паркет, но пока уступает старшим. А тем временем и истекают последние секунды финала. Победа достается баскетболистам Санкт-Петербурга. Для большинства этих ребят это еще и личная победа. Призером спартакиады присваивается первый взрослый спортивный разряд. По сути, они в шаге от мастеров. Но этот шаг им еще предстоит сделать. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». И в завершении выпуска международная новость. Среди дизайнеров Испании новый тренд – зеленая мода. Они надеются заполнить магазины более экологичной одеждой. Однако пока не ясно, сможет ли такая продукция противостоять быстрой моде. Ведь она дороже. Поворотный момент для модной индустрии Испании. На ежегодном показе 0,80 «Барселона» представляют экологичные наряды. Брентл Систер сделает купальники из переработанных материалов. «Наша ткань сделана из переработанного пластика. 78% – это переработанный полиамид. Также есть пластиковый мусор, рыболовецкие сети, нейлон. То есть весь пластик, который можно переработать. Остальные 22% – это спандекс. Он делает ткань эластичной». По данным Всемирного фонда дикой природы, Испания – второй по величине производитель пластиковых отходов в Средиземном море после Турции. «Первые в истории показа 0,80 «Барселона» продвигают экологичную моду. Покупатели приходят и начинают задавать вопросы. Они заинтересованы и понимают, почему цена конечного продукта именно такая». Эксперты отмечают, что состоятельные клиенты теперь готовы больше тратить на одежду, которая произведена с мыслью о защите природы. Это, по их мнению, может оказать давление на так называемую «быструю моду», а также повысить стандарты. «Есть реакция, поскольку общественность больше осведомлена. Кроме того, мы видим, что модная индустрия дошла до поворотного момента. Иногда кажется, что это просто маркетинговая стратегия. Однако потом видишь, что грядут изменения». Одежда с показов этого года сделана либо на 100% из органических материалов, либо на 100% из переработанного пластика, в частности, бутылок. По оценкам Европейской экономической комиссии на модную индустрию, приходится 20% глобального мусора в океанах и морях. Многие бренды уже начали двигаться в сторону зеленой моды. Однако еще непонятно, смогут ли они устоять перед натиском масс-маркета, который зачастую более дешевый. Таковы были основные события пятницы. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Премия «Наше Подмосковье» учреждена губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым в 2013 году для поддержки социальных инициатив и гражданской активности жителей региона. Ежегодный призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. В этом году будут вручены тысяча премий в номинациях «Экология», «Творчество» и «Духовное наследие», «Волонтерство» и «Благотворительность», а также номинации «Прорыв». В 2019 году проекты подаются в номинации, а не в категории. Тем самым у всех проектов есть равные шансы на получение денежных наград. В период с 3 июня по 4 августа жители Московской области могут зарегистрироваться на сайте нашадефисподмосковье.рф и подать свой проект. Каждый соискатель может подать заявку только на один проект. В ней он должен заполнить информацию о своем реализованном проекте и указать планы по его дальнейшей реализации. До 4 августа к проекту могут присоединиться члены инициативной группы проекта. Наличие команды проекта является одним из критериев его оценки. Эксперты Совета по присуждению ежегодных премий «Наша Подмосковья» всесторонне оценивают поданные проекты, а также участвуют в днях презентации проектов, которые пройдут в августе и сентябре. На них авторы проектов, претендующих на победу в премии, должны лично презентовать свои проекты перед экспертным советом. Подробную информацию об участии в конкурсе вы можете найти в разделе «Премия» на сайте нашадефисподмосковье.рф. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка, что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту, несколько секунд – и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. Работает компьютер у самой батареи. Прибор не охлаждается, соседка его греет. Компьютер задыхается, остыть вовсю старается. Программа за программой все чаще ошивается. А счетчик электрический разбег берет космический. И счеты за энергию весьма он драматический. Не место электроники у теплой батареи. К энергопотреблению разумней подходить. Если вы опаздываете на поезд, есть способ его задержать. Нужно просто позвонить в полицию и сообщить о том, что на вокзале заложена бомба. Правда, цена высокая. Пять лет лишения свободы. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается наказанием до пяти лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова